Добрый вечер, дорогие земляки! В эфире Ульяновского радио июньский выпуск передачи «Фронтовая реликвия». И у микрофона я, ее автор-ведущая, журналист Лидия Берг. На исходе этой недели, 22 июня, мы в очередной раз отметим Национальный день памяти и скорби. Таковым он объявлен специальным постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации еще летом 1992 года. Именно 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в отечественной истории 20 века. Это, как мы помним, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы человеческих жизней, уничтожила или осиротила сотни тысяч семей наших соотечественников. ПЕСНЯ По весьма неточным данным о военных утратах с 1941 по 1945 годы безвозвратные потери Красной, приобретшей в годы войны название Советской Армии, составили более 12 миллионов человек. Примерно половина из них погибла, пропала без вести, остальные оказались в немецком плену. В части жертв той далекой войны и примерно 14 миллионов человек мирного населения. Из них преднамеренно истребленными оккупантами оказались почти 7,5 миллионов. 4 миллиона вымерло от голода и болезней на оккупированной врагом территории. Более 2 миллионов погибло, будучи угнанными в рабство на территорию Западной Европы. А в начале текущего года Россия отмечала 75-летие со дня окончания самого кровопролитного сражения Великой Отечественной войны – битвы под Сталинградом. В недавние майские дни я побывала в городе-герое Волгограде, который на несколько победных дней обретает свое историческое название – Сталинград. Побывала, чтобы поклониться этой святой для каждого россиянина израненной войной земле. Но в начале небольшой экскурс в историю Великой Отечественной войны. Шел третий год Второй мировой. Военно-политическое руководство фашистской Германии, планируя летнюю кампанию 1942 года на территории Союза СССР, решило нанести главный удар на южном крыле Советско-германского фронта для захвата Кавказа с его нефтяными ресурсами. 1 июня того же 1942 года Адольф Гитлер на совещании в Полтаве объявил «Если до осени я не получу нефти Майкопа и Грозного, я должен буду покончить с этой войной». В директиве номер один Верховного главнокомандования Германии от 5 апреля 1942 года указывалось «Все имеющиеся в распоряжении силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожить противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет». В отношении Сталинграда в той же директиве Верховного главнокомандования Германии от 5 апреля 1942 года подчеркивалось «Необходимо попытаться достигнуть Сталинграда или, по крайней мере, подвергнуть его воздействию нашего тяжелого оружия с тем, чтобы он потерял свое значение как центр военной промышленности и узел коммуникаций». Между тем, на южном участке фронта положение складывалось как раз в пользу гитлеровцев. Советские войска после тяжелых потерь под Харьковом и в Крыму не успевали получить пополнение, чтобы закрепиться на новых рубежах. Резервы, имевшиеся на юго-западном направлении, оказались по преимуществу исчерпаны в ходе майских и июньских боев 1942 года. В середине июля того же года передовые части врага вышли в большую излучину Дона и возникла реальная угроза их прорыва к Сталинграду. Советская Ставка предприняла срочное усиление войск, действующих на этом направлении, и 12 июля 1942 года был создан отдельный Сталинградский фронт. Из военной статистики тех лет. В наступавших соединениях 6-й полевой немецкой армии, одной из лучших в вермахте, было сосредоточено 270 тысяч солдат и офицеров, 3000 орудий и минометов, 500 танков. С воздуха эти силы поддерживали с 1200 самолетами 4-го воздушного флота Германии. В середине июля 1942-го советские войска на Сталинградском направлении могли реально противопоставить врагу лишь около 160 тысяч человек личного состава, 12 дивизий, 2200 орудий и минометов, до 400 танков, примерно 450 самолетов. У Советского Союза не хватало не только вооружения. Людское пополнение войск было слабо обученным для боев на открытой местности и сразу попадало под огонь противника с воздуха. Так начиналось великое сражение, позже изменившее весь ход Второй мировой. Оно длилось 200 дней и ночей на территории свыше 100 тысяч квадратных километров. В боях с обеих сторон участвовало до 2 миллионов штыков, до 4 тысяч танков и самолетов, до 26 тысяч орудий и минометов. А непосредственно в Сталинграде бои начались 13 сентября 1942 года. Его оборону возложили на 52-ю армию под командованием генерал-лейтенанта Василия Чуйкова и 64-ю армию во главе с генерал-майором Михаилом Шумиловым. Та фронтовая полоса растянулась вдоль Волги на 60 километров, а бои стали вестись за каждую Сталинградскую улицу и каждый дом. Сталинград стал полем битвы поистине армии титанов. Клубились яростно метели По Сталинградской по земле Дымились потные шинели И шли солдаты по золе И танк в сугробе, как в болоте И бьют снаряды по броне Снежинки таяли в полете Как ветки с листьями в огне И падал в битве человек В горячий снег В кровавый снег Смертельной битвы этой ветер Как бы расплавленный металл И жёг и плавил всё на свете Что же снег в горячем станке За чертой последней страшной Случалось танк и человек Встречались схватки рукопашной И превращался пепел в снег В вода руками человек Горячий снег Кровавый снег Попали белые метели Цветами стали по весне Большие годы пролетели А я всё сердцем на войне Где отбивали нас метели Где в землю многие легли А дома мамы посидели У дома вишни зацвели А у меня Назад навек Горячий снег Кровавый снег Особенно ожесточёнными бои стали за высоту 102 и 0 Господствовавшую над северной И центральной частью города на Волге Её вершина переходила из рук в руки В сентябре 1942 Советское Верховное Главнокомандование Начало подготовку мощного контрнаступления Под Сталинградом Возник стратегический план Разгрома немецко-фашистской группировки Под кодовым названием «Уран» И это произошло 31 января 1943 года Южная группировка врага Прекратила своё сопротивление В самом центре Сталинграда В подвале его центрального универмага Был пленён штаб 6-й полевой армии Во главе с фельдмаршалом Паулюсом 2 февраля того же 1943 года Здесь прекратила существование И северная группировка немецких войск В том великом сражении Вермахт и его союзники Потеряли убитыми, ранеными, пропавшими без вести И пленными около полутора миллионов солдат и офицеров Практически четвёртую часть своих сил На советско-германском фронте И это стало решающим фактором Для укрепления антигитеровской коалиции Наши потери в Сталинграде Приблизились к 1 миллиону 200 тысячам Бойцов и командиров А возвышенность на правом берегу реки Волги В центральном районе города Волгограда Где во время Сталинградской битвы Происходили ожесточённые бои Вошла в историю Как Мамаев курган Это ставшее историческим названием Уходит вглубь веков Но сегодня Мамаев курган известен В первую очередь памятником ансамблем Под названием Героям Сталинградской битвы С главным монументом Родина-мать зовёт А в недавних боевых действиях Это место на военных картах Значилось, напомню, как высота 102 и 0 В довоенное же время Здесь находились водонапорные баки Из системы городских водонапорных сооружений А гитлеровцы превратили их Заняв ту высоту в неприступные доты Советские войска окончательно взяли их Кровопролитным штурмом только 13 января 1943 года Так было А потом через два года наступила Окончательная победа Советского Союза И антигитлеровской коалиции Во Второй мировой войне И Мамаев Курган в Волгограде Годы спустя стал поистине нашей национальной святыней Как теперь говорят Главной высотой России 5 мая этого года Я включила свой диктофон у подножия Мамаева Кургана На его входной площади Когда присоединилась к ведущему методисту Нынешнего музея-заповедника Сталинградская битва Максиму Насекину Так мемориал героям Сталинградской битвы Принимал очередную группу экскурсантов Одну из сотен тысяч побывавших здесь За 40 лет со дня его открытия Мы находимся на аллее пирамидальных тополей Аллеи пирамидальных тополей Словно стены слева справа Огораживают нас от 21 века Готовят для нас коридор По которому мы проходим далекое прошлое 42-43 годы Когда здесь Вот за эту стратегическую высоту 102 и 0 Бои шли 135 дней После Сталинградской битвы Сталинградцы, ветераны, дети войны Эту землю называли проклятой земля Сюда старались не ходить Если шли, то шли 3 раза в год В день Великой Победы 9 мая 2 февраля И в день памяти своих героев Несли сюда венки Цветы И вот здесь 15 октября 1967 года Был открыт грандиозный памятник-ансамбль Аналогом которому нет в мире Он находится на территории огромного воинско-мемориального захоронения На территории 26 гектар Здесь покоится 50 тысяч советских воинов Те, кто отдали жизни свои за нашу великую Родину Венчает памятник-ансамбль Монумент Родина мать зовет Идея увековечить подвиг защитников Сталинграда Пластикой Скульптурой Возникла сразу после войны в 1945 году Был объявлен конкурс Выиграл конкурс проект Скульптора Евгения Викторовича Вучетича Архитектора Якова Борисовича Белопольского Инженера Николая Васильевича Никитина И военного консультанта Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова Теперь внимание Многие из вас слышали слово Мамаев курган Возникает вопрос Какое отношение Темник Мамай Полководец по-русски Имеет кургану Ответ Никакого Почему Это место называется все-таки Мамай Это связано С пребыванием монгол-татар На территории Нижневолжского края Высота сама 102.0 Это природная высота Здесь заканчивается Приволжская возвышенность Которая начинается Верховья к Волге Здесь конец Приволжской возвышенности Волга делает поворот Почти 90 градусов И начинается Прикаспийская низменность Вот это место До войны называли Мамай-Бугор Здесь стояли Сторожевые вышки Монгол-татар И русичи Называли Мамай-Бугор Потому что Все монгол-татары Ассоциировались С Мамаем В основу Мемориального комплекса Здесь На высоте 102.0 Евгений Викторович Учетич Положил курган Что такое Курган Курган Это Надмогильная Насыпь И здесь В 1964 году Был Насыпан Я подчеркиваю Насыпан Огромный Курган Где нашли Последние Упокоения Войны Войны Отдавшие Свою жизнь За Родину Памятник Ансамбль Делится на две части Историческая Повествовательная И мемориальная Часть И вот эти две части Мы пройдем Пройдем как благодарные Потомки Между тем Справочники Не тронутые Еще с времен Войны И в общей сложности Специалисты Обезвредили на этих Склонах И в ближайших Окрестностях Более 40 тысяч Мин Снарядов И авиабомб Затем Насыпали грунт Для дамб И площадей А также для холма Под скульптуру Родина Мать зовет Она возводилась На вершине Теперь уже Наспного Кургана Более Трех Лет Открытие Памятника Мемориала С зажением Вечного Огня Генеральным Секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым Состоялось В октябре 1967 Года И ныне Волгоградский Мемориал Причислен к Лучшим Произведением Мирового Монументального Искусства Посвященным Событиям Второй Мировой Войны А мы Тем Недавним Майским Днем Все шли И шли Поднимаясь По ступеням К вершине Мамаева Кургана Миновали Аллею Пирамидальных Тополей Словно Стоящих В почетном Карауле Поклонились Площади Стоять Насмерть Задержались У стены Руин Постояли На площади Героев Площадь Стоять Насмерть Обратите Внимание На этого Богучего Русского Советского Солдата Богатыря Если мы Сами Вспомним Сказки Силы Богатырю Давал земля Поэтому Евгений Викторович Вучедич Показывает Единение С землей Показано Напряжение Мышц Показана Сила С которой Советский Солдат Поднялся На защиту Своей Родины За его Спиной Родина На своеобразном Постаменте Слова Из приказа 227 Ни шагу Назад Стоять Насмерть Отступать Ему Нельзя За спиной Война Кусок Вздыбающейся Глыбы Глыба Олицетворяет Либо Тяжесть Либо Угрозу Либо Боль Вот здесь Угроза Которая Нависла В 1941-1945 Годы Над плечами Всех Защитников Родины Почему Наш главный Монумент Называется Родина Мать зовет По замыслу Авторов Родина Обращается С призывом К защитникам Вручает Им Карающий Меч Правосудие И показывает Направление На запад Там Где был Враг Над своим Проектом Скульптор Евгений Викторович Фучетич Работал Когда Заканчивал Работу Над скульптурой Воину Освободителю В трептор Парке Берлини Вспомните Образ Берлинского Солдата Нашего Солдата У них Есть Две Крайные Разницы В Берлине Воин с ногами В Берлине Воин одет Первое Там чужая земля Там силы Уже Не нужны Он победил Он одет Он при параде Он победитель Он на руках Держит маленькую девочку Это вот то Спасенное поколение В Берлине Памятник тем Кто дошел А здесь Памятник тем Кто погиб Отдал жизни Своим За нашу Великую Родину Обратите внимание Здесь Воин Стоит Посреди Водоема Это Волга Волжские берега Откуда Поднялся Советский Солдат И откуда Началось Изгнание Гитлеровцев С территории Нашей страны И освобождение Стран Европы Есть еще одно Место в мире Где есть меч И этот памятник Круг замыкает Три памятника Это Сталинград Воин Который перед вами Берлин И Нью-Йорк Организация Объединенных наций Скульптуру Перекуем Мечи наорала Воин Советский Солдат Тружеником Стал Разрушает Меч Карибский Кризис Советский Союз Дарит Организация Объединенных наций Скульптуру Перекуем Мечи наорала И вот этот меч Единым автором Как символ Проходит через Три государства Скульптура Война Высотой 16 метров Родина Мать Зовет Высотой 52 метра С мечом 85 метров Но Если мы с вами Подойдем Прямо К этому Войну Воин Своей Грудью Закроет Скульптуру Родина Мать Зовет Ни шагу Назад Стоять Насмерть Отступать Ему нельзя За его Спиной Родина Евгений Викторович Мучетич Благодарный Потом Проходящие Стены Руины Могут Ском Слушаться В голос От тех Кто Воевал Здесь В Сталинграде Тех Кто Остался Вогином И непокоренным Сталинградом Слушайтесь Смотрите Сфлиться Этих Людей Великовечных Битонов Обратите Внимание Левая Стена Прямо Перед вами Клятва Лицо Владимира Ленина На знаме Правую Часть Уходит Шренга Бойцов Которые Дают Клятву Перед Лицом Наших Поседевших Героев Отцов В Сталинграде Были случаи Когда и мертвые Продолжали Воевать Постоянно Сопровождает Стены Руины Зуки Боя Бомбардировка Сталинграда Мы С вами Погутились Все далекие Годы Уличных Боев 163 Дня Боев За этот Сталинград Наши Войска Сломили Сопротивление Противника Отруженного Северного Сталинграда И Вынутили Его Сновид Отцвет Расставили Последний Очаг Сопротивление Противника В районе Сталинграда 2 Явря 1923 Года Историческое Сражение Под Сталинградом Закончилось Полной Победой Наших Войс Вечная Слава Героям Павшим В борьбе За свободу И независимость Нашей Родины Сталинградом 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 В В Шесть Шесть Культурных Композиций Огромная Железобетонная Стена Выполнена В виде Развернутого Знамени Призывающее этих героев Идти в атаку Вперед На знамени Слава Железный Ветер Бил им В лицо А они Все Шли Вперед И снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди решили в атаку. Смертны ли они? Посредине площади мы видим огромный водоем. В праздничные дни этот водоем переливается через края. Это переполненная чаша терпения защитников Сталинграда. Обратите внимание, здесь скульптурные композиции объединяют в единое березы. У каждой скульптуры береза. Береза именно у нас, в нашем городе, стала символом памяти и скорби. Трава под березкой не смята. Никто из земли не вставал. Но как это нужно солдату, чтоб кто-то над ним горевал? И всех погибших героев, здесь на площади героев, оплакивают эти березы. Первоначально в нашем городе, сразу после войны, березы сажали либо на братских могилах, либо рядом с братскими могилами, чтобы обозначить места захоронений. И вот здесь они стоят, символ памяти и скорби над теми, кто погиб. А затем мы долго стояли всей экскурсионной группой в зале воинской славы Мамаева-Кургана. Здесь, вокруг вечного огня, на 14 приспущенных знаменах, золотом выбиты имена 7200 защитников Сталинграда. За этими фамилиями, напомню, 1 миллион 200 тысяч советских воинов, погибших в боях на Сталинградской земле. И снова чувство суеверного страха окватового противника. Люди ли шли в атаку? Смерть ли они? Слова фронтового корреспондента Василия Грослова. И здесь, в зале воинской славы, над траурными знаменами, проходит лента, на которой мы читаем ответ. Ответ погибших. Да, все мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой патриотический долг перед Священной Матерью Родиной. В зале воинской славы постоянно звучит траурная мелодия немецкого композитора Роберта Шумана. «Грёзы». Это символическое эхо. Эхо тех мёртвых. В царство которых мы входим. Вход в зал воинской славы оформлен траурно. Он напоминает нам ход-блиндаж. Подземлю. Как писал автор в «Царство мёртвых». Обратите, как Евгений Викторович Вучетич сделал руку воин мёртвых. Она выходит из земли, она именно обращена к нам, в будущем поколении. Евгений Викторович Вучетич говорил, это рука мёртвых. Выходит из земли, передаёт факел вечной жизни, огонь, который вы должны хранить. Сама рука сделана Вучетичем гениальна. Внизу, буквально до метра, рука окаменелая. Выше рука, примерно от метра, она живая. Потому что ни одна рука мёртвого не удержит факел вечной жизни. Связь мёртвых и живых. Обратите внимание на вечный огонь. В зале воинской славы знамёна мозаичные отражаются в смальте. И мерцание вечного огня красным цветом делает знамёна кровавыми. Это кровь, которую проливали защитники Родины. В зале воинской славы через каждый час проходит смена часовых. В шагах часовых эхом отдаются выстрелы, разрывы бомб, снарядов, которые уносили жизни советских людей, вставших на защиту Родины. Вышенежа словно парила, охраняя вечный покой своих защитников Родина-Мать. Таков гигантский, высотой, напомню, 85 метров и общим весом 8 тысяч тонн, главный монумент нынешнего мемориального комплекса на Мамаевом кургане. За Мамаевым курганом тишина. ПЕСНЯ Весной 1965 года в преддверии 20-летия Великой Победы по волгоградскому телевидению прозвучал призыв к горожанам в память о погибших в войну родных и близких посадить у подножья Мамаева кургана деревья. На тот призыв откликнулись тысячи горожан. И в первое воскресенье апреля далекого 1965-го к Мамаеву кургану потянулись целыми семьями. И в первый день такого сбора едва хватило приготовленных к посадке саженцев. Так повторилось и через неделю, и через две. Тогда на вершине Мамаева кургана еще шло строительство памятника ансамбля. А юные деревца стали живым памятником тем, кто остался на поле боя. На самодельных табличках, на березках, яблоньках, сосенках, акациях, топольках появлялись слова. Сколько же трогательных и трагичных историй несли эти посадки и надписи. Давно уже вытянулись здесь и вышину два тополя. Одинаковые, как два брата, о которых говорят голос в голос, волос в волос. А эти дерева росли веточка в веточку, листок в листок. На одном была табличка моему сыну, на другом – сыну Долорес и Барури. А подпись стояла одна – «Сталинградская мать». А в город на Волге ежегодно, до глубокой старости, в начале сентября, к дню смерти героя Советского Союза, командира пулеметной роты 62-й армии Рубена Руиса и Барури, павшего в Сталинграде, приезжала его мать Долорес и Барури, знаменитая героиня испанского народа пассионария. И рано на рассвете, пока город спал, приходила та испанская мать к братской могиле, которой вместе с русским летчиком майором Каменщиковым и татарином артиллеристом капитаном Фатехуддиновым на Волгоградской аллее героев покоится Йорбен. И стоя на коленях перед могильной плитой, разбирала та испанская мать на три равные части, принесенные с собой цветы. Смертью храбрых погибли в 1941-1945 годах братья Рыкуновы, Степан 1907 года рождения, Иван 1899, Сергей 1912, Василий 1914 года. От брата Федора Ивановича. Долгое время подробности об авторе этой табличке на юном деревце у Мамаева-Кургана были неизвестны. Но после того, как стала поистине народной песня, растет в Волгограде березка на слова волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной с музыкой Григория Пономаренко и в исполнении Людмилы Зыкиной, юные волгоградские следопыты нашли и его. Это был старый рабочий Сталинградского завода «Красный Октябрь» Федор Рыкунов. Все пятеро братьев-сталинградцев один за другим ушли на фронт. А вот вернулся домой только Федор. Он и посадил однажды ту березку. Сегодня нет статистики того, сколько из наших земляков воевало за Сталинград и сколько из них сложило голову на той Приворской твердыне. Но их из более чем 250 тысяч, призванных на фронты Великой Отечественной из наших мест, сотни. Так что в Ульяновских широтах целый легион тех, кто вслед за маршалом Советского Союза Василием Чуйковым могли и могут сказать, И есть в огромной России город, которому отдано мое сердце. Ты тоже родился в России В краю полевом лесном У нас в каждой песне береза Березка под каждым окном На каждой весенней полянке Их белый живой хоровод Но есть в Волгограде березка Увидишь и сердце замрет Ее привезли с далека В края, где ж мятков ли Как трудно она привыкала К огню волгоградской земли Как долго она тосковала О светлых лесах на Руси Лежат под березкой ребята Об этом у них расспроси Трава под березкой не смята Никто из земли не вставал Но как это нужно солдату Чтоб кто-то над ним горевал И плакал светло, как невеста И помнил навеки, как мать Ты тоже родился солдатом В березовом милом краю Теперь, где не встретишь березу Ты вспомнишь березку мою Ее молчаливые ветки Ее терпеливую грусть Растет в Волгограде березка Попробуй ее посовуть Растет в Волгограде березка А время июньского выпуска фронтовой реликвии подошло к концу В эфире Ульяновского радио На боевом посту в цикле фронтовая реликвия Были, как всегда, я, журналист Эдия Бердж Звукорежиссер Светлана Дубровина А также сотрудник Волгоградского музея-заповедника Сталининградская битва Максим Насекин И до новых встреч в эфире Ульяновского радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова